Добрый вечер. В первую очередь сразу хочется узнать об изменениях и дополнениях, которые были внесены в законодательный акт Республики Казахстан по государственной службе в конце прошлого года. Что ожидает государственных служащих? В закон о государственной службе в конце 2019-2020 года уже внесены изменения и дополнения. Одним из самых крупных изменений это ответственность первых руководителей за совершение коррупционного правонарушения их подчиненными. То есть введено понятие непосредственный руководитель. До этого, как вы знаете, очень много про это говорили, но законодательно оно закреплено не было. И вот его наконец-то законодательно закрепили. В законе о государственной службе внесено понятие, кто является непосредственным руководителем. Очень было много споров насчет этого, но определено на сегодняшний день, что непосредственным руководителем государственного служащего является его непосредственный руководитель по должностной инструкции, который непосредственно его курирует и координирует его деятельность. В государственном органе, если есть руководитель управления, внутри управления есть еще отделы. Начальник отдела является непосредственным руководителем того самого главного специалиста, который работает в данном отделе. При совершении этим главным специалистом коррупционного правонарушения будет рассматриваться ответственность именно этого руководителя отдела. То есть не руководителя управления как такового госоргана, а именно руководителя отдела. Естественно, ответственность это будет дисциплинарного характера. Тут имеются два направления, потому что, как вы знаете, у нас государственные служащие являются административными государственными служащими и политическими государственными служащими. В случае, если непосредственным руководителем государственного служащего, совершившего коррупционное правонарушение, обвинительный приговор которого по суду уже вступил в силу, его руководителем является политический государственный служащий, то он обязан подать в отставку. Если же непосредственным руководителем данного государственного служащего является административный государственный служащий, то его ответственность будет рассматриваться дисциплинарного характера. То есть будет изучаться вопрос, насколько профилактически проводил руководитель данного госслужащего со своим сотрудником профилактическую работу. Это вот самое основное направление, можно сказать, самая основная новость, которая внесена в закон о госслужбе. Кроме этого, если раньше по вне конкурсному назначению в отношении на вакантную должность на государственной службе рассматривались только должности советников, помощников, пресс-секретарей, первых руководителей, то теперь вне конкурсному назначению подлежат еще и выпускники топовых вузов мира, руководители организации квази-государственного сектора. То есть они могут претендовать на назначение на ту или иную должность на государственной службе вне конкурсного отбора. Как вы знаете, сейчас на любую вакантную должность конкурсный отбор проводится, на конкурсном основании отбирается тот или иной кандидат. Кроме этого, усилили этическую норму со стороны государственных служащих. То есть раньше, если государственный служащий совершил тот или иной проступок, который дискредитирует государственную службу, то есть он имеет выговор либо какое-либо взыскание за проступок, который дискредитирует государственную службу, то он по закону не имел права полгода участвовать в конкурсных отборах при неснятом дисциплинарном взыскании. То теперь эта норма будет распространяться и на те проступки, которые были совершены по нарушению норм служебной этики государственными служащими. То есть те или иные госслужащие, которые по этике привлекались в дисциплинарную ответственность, они тоже не имеют права участвовать в конкурсных отборах. Кроме этого, если государственный служащий уволен с государственной службы, ну, будем говорить, уволился и в течение месяца он никаких трудовых договоров больше ни с кем не заключал, нигде не работал, то он имеет право, так же, как и действующие государственные служащие, без наличия сертификата тестирования и наличия справки о сдаче оценки личных компетенций, участвовать в конкурсном отборе как действующие государственные служащие. Но это право на него распространяется только в течение 30 календарных дней. Если он смог это право использовать, он использовал. Если он не использовал, то уже в последующем его дальнейшее поступление на государственную службу будет проходить на основании конкурсного отбора. В принципе, впрочем, вот самое основное, есть очень много таких мелких изменений тоже, которые нам как бы в нашей работе необходимо руководствоваться этими нормами, но основные, может быть, вот такие. Очень хорошие изменения. Вот эти изменения должны лежать на столе каждого госслужащего. Обязательно. Это прям как настольная книга. Хочу напомнить нашим телезрителям, диалог в прямом эфире и номер прямого эфира 40-01-09, код города 8-72-82. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. Об этих изменениях все государственные служащие информированы, они знают. Да, обязательно. Мы даже на этой студии буквально дней 10 тому назад тоже была передача. Тоже мы были гостем на передаче тоже Ром, и там тоже про эти разъяснения давали. Кроме этого, нами, нашим департаментом, так как мы являемся уполномоченным органом в сфере государственной службы, все госорганы письменно, письмом доведены все эти изменения, изменения и новшества, которые внесены в закон, а также руководителям дано задание, чтобы они на аппаратных совещаниях ознакомили полностью весь личный состав с данными изменениями. Да таки сейчас в интернете все эти изменения, любой желающий может посмотреть, изучить и вникнуть во все эти изменения. Сейчас чаще начали говорить про президентский кадровый резерв. Даже между госслужащими был разговор, попал из Алматинской области в этот резерв или нет. Хотим узнать у вас, как сегодня с резервом, и представители из Алматинской области есть, и вот подробно об этом. Да, 2019 год, как вы знаете, был объявлен годом молодежи. В этой связи президентам Хасмурмартам Тухаевым было дано поручение сформировать президентский кадровый резерв именно из молодых людей, возраст которых не превышает 35 лет. Условия были такие, возраст до 35 лет, наличие обязательно высшего образования, а также стажа работы не менее 5 лет. Вот буквально все вот эти три критерия, по которым мог любой гражданин Республики Казахстан подать, испытать свое счастье, свою удачу и в президентском кадровом резерве на проведении конкурса отбора участвовать. По Республике Казахстан порядка 13 тысяч молодых людей сдали документы. Если брать Алматинскую область, то 150 человек попытали свое счастье, там отбор проходил в несколько этапов, 6 этапов было, там и написание эссе, и защита проектов, и прохождение тестирования. Все эти моменты из 150 человек, все этапы прошли только трое. На сегодняшний день один из них это сотрудник Департамента по противодействию коррупции, второй это главный инспектор аппарата Акима Алматинской области, и третий сотрудник это руководитель отдела управления экономики, областного управления экономики. Они благополучно прошли отбор, ездили в город Мурсултан на встречу с президентом страны. На сегодняшний день все вакантные должности, руководящие которой по Республике Казахстан, всем резервистам, которые уже прошли отбор и включены в резерв, им предлагается должность. Из вот этих 13 тысяч человек, которые по Республике подали документы, прошли в президентский кадровый резерв только 300 человек по Республике Казахстан. Там же не только с областей, из регионов едут, там нельзя забывать, что и с национальных компаний, и с квази-государственного сектора, и были учителя, педагоги, и из бизнес-среды, очень много молодых людей попытались пройти, пытались свою удачу. И на сегодняшний день из этих 300 человек процентов, насколько нам известно, 30 уже трудоустроены на руководящей должности. В чем вообще цель формирования этого резерва? Все равно, как ни говори, молодые, у них подход и взгляды на жизнь совершенно по-новому, новые веяния, как говорится, новый взгляд, по-другому смотрят. Поэтому полагается, что если их назначать на руководящие должности, на такие посты, то они могут в развитии Казахстана принести большую пользу. В этой связи данные кандидаты назначили. Что хотелось бы сказать про наших кандидатов, которые прошли. Один из них на сегодняшний день обучается в Академии госуправления, Калдыгужин-Даулет, он еще там, еще не закончил. Насколько мне известно, по-моему, в конце этого года он только закончит обучение. Остальные двое, которые работали в местном исполнительном органе, на сегодняшний день им предложена должность. Главный инспектор аппарата Акима Алматинской области, ему предложена должность заместителя руководителя аппарата Акмолинской области. То есть он, работая главным инспектором, можно сказать, на одну позицию поднялся выше, но ушел в другую область, в Акмолинскую. Тут, видите, любой резервист может право выбирать, любую должность, которую им будут предлагаться, всех регионов, он имеет право пойти и работать в другом регионе. То есть свобода выбора. Второй кандидат, который работал начальником отдела управления экономики, на сегодняшний день он пошел по своей сфере. В настоящее время он работает, ему предложили должность в Министерстве национальной экономики, заместителем руководителя департамента Министерства национальной экономики. То есть, если считать, то данная должность заместителя руководителя департамента в Министерстве нации экономики, она приравнена по требованию и по квалификационным требованиям, по стажу работы, примерно как руководители областных управлений наших. Так же, вот как, например, он приравнен должности руководителя областного управления, допустим, экономики. Можно сказать, данный сотрудник 2-3 ступени сразу перешагнул и назначен в настоящее время там. А в дальнейшем, я думаю, мы все равно, естественно, за своими кандидатами, которые были включены в президентский кадровый резерв, для интереса мы за ними будем наблюдать. Я думаю, что если они проявят уже себя компетентно, грамотно, с пользой дела, то я думаю, что это не предел их карьеры. Полагается, что они, допустим, полгода или год, при показании результатов положительных, то могут дальше продвигаться по службе, по карьерной лестнице. Я смотрю, вы каждого кандидата на государственную службу знаете в лицо и даже по фамилии и имя. Вот такие люди, как вы, вот именно нужны на государственной службе. Вот то, что из 150 человек прошли только трое, и такой жесткий отбор, оказывается, был, вот сами рассказываете, и это благодаря этому, я думаю, поднимется престиж государственного служащего. Для этого, может, и делается, или может, и еще есть какие-то задачи? Нет, естественно, для этого престиж государственной службы, но тут вопрос не только в престиже, а тут полагается, что именно вот молодые резервисты, те, которые назначены с этого резерва, в основном вот все вот эти 300 человек, которые прошли отбор, отбор был, конечно, очень жесткий, отбор проводился агентством по делам государственной службы, наше дело, мы тут только проводили разъяснительную работу и объясняли людям, как надо в сайт заходить, как подавать документы, даже документы электронно подавались. Диалог, интервью, которые брали с ними, тоже проводился где-то электронно по скайпу, где-то их приглашали в город Носултан. Поэтому от них ожидается, что это будет какая-то прияда молодых руководителей Казахстана, которые действительно дальше реализуют реформы, и вообще будут политику президента реализовывать и вести Казахстан в будущее уже. Ну вот в связи с этим хочется задать вопрос насчет концепции «Сыщащее государство». Об этом мы говорили много, но уже добились того, теперь связь между государством и народом будет тесная. Вот расскажите об этой концепции. В целом, если говорить про эту концепцию, тоже президентом по его инициативе вот эта концепция была внедрена в Казахстане, концепция «Сыщащего государства». Если мы сегодня, как вы говорите, очень много говорим, что чиновники, государственные служащие должны идти навстречу людям, навстречу народу, то государственная услуга, которая в основном оказывается... Вот для чего нужны государственные органы в лице, допустим, простого обывателя, простого гражданина Республики Казахстан. Он обращается в госорган тогда, когда ему от государства что-то нужно. Поэтому государство определяет круг государственных услуг, которые оказывает тот или иной государственный орган. Эта государственная услуга должна быть оказана качественно, оперативно, без бюрократизма, она должна быть доступна. И люди, которые работают в государственных органах, не должны создавать ни бюрократию, не должны соблюдать норм делового этикета государственного служащего. Поэтому данная концепция в основном предусматривает вопросы рассмотрения обращений физических и юридических лиц, которые недовольны тем или иным вопросом обращаются в государственные органы. То есть тем самым само название «слышащее государство» говорит о том, что государство слышит свое население, государство слышит своих граждан. Если гражданин по тем или иным вопросам обратился в какой-либо государственный орган, то государственный служащий, который рассматривает данное обращение, он должен его рассматривать качественно. Все доводы, которые приведены в данном заявлении, каждый довод должен быть рассмотрен, и гражданину должен быть полностью мотивированный дан ответ, то есть со ссылкой на какие-либо нормы закона. Они должны прописать, государственный служащий в ответе должен прописать, почему он ему так отвечает в связи с тем, с тем. Допустим, очень много к нам поступает от жителей сел заявление о том, что в прошлом году был отчет Акима перед населением, наш Аким сельского округа обещал нам сделать ту или иную дорогу, вот уже год прошел, этот год, целый год он бездействовал, ничего не делал и так далее, тому подобное. То есть мы гражданам не объясняем, почему мы эту дорогу не сделали. Мы просто занимаемся как бы бюрократической отпиской. Даже вот некоторые ответы, которые даются гражданам, они даются таким образом, что человек, который получает этот ответ, не понимает, что в этом ответе. Там настолько все... Да, делаются просто ссылки на законы, вот так и так, и все. А гражданин, вроде у него простой такой вопрос, да, обыденный. Хочу, чтобы мою улицу отремонтировали, дети ходят там по грязи, по слякоти, весной-осенью по моей улице ходить невозможно, заасфальтируйте, пожалуйста, мою дорогу. Там, в принципе, и длина дороги-то небольшая. Но вот этот вот Аким, села, он может ответ этот, который в обращении ему предоставить, настолько заволокитенный такой, что гражданам, что остается, он недовольный полученным ответом, начинает обращаться дальше, в район. Район примерно так же ответ дает, районный Акимат. Соответственно, он недовольный этим, обозленный наш гражданин, обращается в область, и так далее, и тому подобное. И такие вот обращения в большинстве случаев имеют место быть, к сожалению. Поэтому вот эта вот концепция слышащего государства от нас сегодня, от государственных служащих, требуется, чтобы каждый ответ, который мы давали простым гражданинам, он был понятный. Почему дорога не делается на сегодняшний день, хотя ты его год тому назад обещал сделать. Если ты обещал, ты должен правильно объяснить. Уважаемые мои односельчане, уважаемые мои там жители села, вы понимаете, что это зависит не от меня, это бюджетные деньги, которые должны рассматриваться, утверждаться на сессии Маслехата, таков порядок, я не могу там с кармана вытащить и сделать эту дорогу, и так далее, и тому подобное. Вот от того, что люди, наши государственные служащие, неправильно, недоходчиво объясняют это гражданам, поэтому вот создается постоянно такое мнение, такое впечатление, что государственные служащие действительно что-то волокитят, что что-то они не хотят делать, и так далее, и тому подобное. И вот если вернуться к этой же концепции, эта концепция требует от каждого государственного служащего, чтобы любой ответ и любое заявление, которое поступило от любого гражданина республики Азахстан, он должен быть всецело и полностью рассмотрен. На каждый довод, который указывается, он должен получить ответ. Если у него в заявлении есть какие-то доводы, которые не относятся в компетенцию того или данного государственного органа, то по закону о рассмотрении обращений, и на тот случай же предусмотрена статья, предусмотрена в которой он обязан в течение трех дней перенаправить это в тот госорган, в компетенцию которого данный вопрос входит. А тот госорган уже мотивирован, должен дать ответ. Поэтому нашим департаментом, как вы знаете, рассматриваются вопросы нарушения в сфере законодательства государственной службы, не только самого закона, но есть же еще и подзаконные акты, все эти подзаконные акты рассматриваются, также нарушения норм этики государственными служащими, а также рассматриваются вопросы повышения качества оказания госуслуг. Вот эти основные три вопроса, по которым могут к нам граждане обращаться. К сожалению, на сегодняшний день практика показывает, даже если недавно прошедший 2019 год брать, то в наш департамент поступило 980 обращений. Из 980 обращений получается 45-46% обращений мы перенаправили. Вот про вот эти я говорю. Первые три дня мы перенаправили, потому что граждане не знают, по каким вопросам к нам можно обращаться. Обращаются по разным вопросам. Мне там то не дали, мне это не сделали, мне так. То есть это вопросы, которые не входят в компетенцию нашего департамента, мы его перенаправляем. Остальные обращения мы стараемся рассматривать, но мы это контролирующий орган. Поэтому мы уже рассматриваем только ответственность государственных служащих, тех, которые дали уже какой-либо ответ на тот или иной вопрос. Отличная концепция, я думаю, она заработает успешно. Это выгодно не только государственному служащему, в основном народу. Вы являетесь заведующей секретариатом Совета по этике. Какую функцию выполняет он и нужен ли этот совет государственному служащему? Вообще Советы по этике где-то года два тому назад, два-три тому назад, они были преобразованы в Советы по этике. Если вы помните, раньше они назывались дисциплинарные советы областные. Для чего нужны эти Советы по этике? Есть норма закона, в котором Советы по этике рассматривают только два вопроса. То есть, если государственный служащий тот или иной руководящего звена совершает дисциплинарные проступы, которые дискредитируют государственную службу, этот вопрос мы рассматриваем на Совете по этике. Кроме этого, нарушение этими же руководителями норм этического кодекса. То есть, наши правила этические. В этих двух случаях. Но по итогам 2019 года Совет по этике провел 12 заседаний. Из этих 12 заседаний, на эти 12 заседания были рассмотрены 90 вопросов в течение года, из которых порядка 43% являются именно дисциплинарными делами. В Советы по этике, в секретариат, государственные органы, которые контролирующие, в том числе, допустим, прокуратура, они отправляют к нам материалы представления прокуратуры. В основном прокуратура всегда предъявляет государственным служащим обвинения в плане совершения ими проступок, который дискредитирует государственную службу, оказывая предпочтение тому или иному лицу, в основном при оказании государственных услуг. То есть само предпочтение, оно может квалифицироваться и по-разному. При оказании государственных услуг это могут быть то же самое, оказали госуслугу при неполном пакете документов, которые предусмотрены стандартом. Это тоже считается как бы оказанием. Но мы в основном работу Совета по этике последние 2-3 года ориентированы больше на профилактику. Если, как я сказала, 43%, порядка 40% вопросы именно дисциплинарного характера, то порядка 60% мы рассматриваем вопросы профилактического характера. Пытаемся это делать, потому что агентство в целом нас ориентирует таким образом. То есть для того, чтобы наши государственные служащие не совершали того или иного проступка, мы, заранее проводя мониторинг и проводя анализ руководителя данного государственного органа, именно в профилактических целях, не предъявляя ему никаких обвинений, выносим, включаем в повестку дня Совета по этике и выносим его доклад перед членами Совета по этике. Почему перед членами? Потому что члены Совета по этике, их на сегодняшний день 9 человек, большинство из которых, процентов 68-70 почти процентов, являются именно представителями общественности. Только три председателя Совета по этике и два еще члена Совета по этике являются государственными служащими, все остальные они общественники. Это в данное время сейчас Ассоциация деловых женщин, НПП Атомикен есть представитель, есть журналист, есть депутат областного маслехата, есть представитель Совета ветеранов. Вот в таком формате мы работаем и выносим на принятие ими решения того или иного вопроса. То есть прокуратура, допустим, внося какое-либо представление о наказании государственного служащего, мы изучаем секретарят, как вы сказали, вот я действительно заведующая секретариатом, секретарят месяц изучает данный вопрос, через месяц возбуждается дисциплинарное производство на того или иного государственного служащего. Потом в течение, с момента возбуждения дисциплинарного производства, дисциплинарного отдела, в течение 20 дней полностью рассматривается и выносится на заседание Совета, на котором принимаются решения методом голосования, наказывать его за это или не наказывать. Очень хорошую информацию, такую содержательную информацию дали нашим телезрителям. К сожалению, Лиза Мукатаевна, время нашей программы истекает, очень много было вопросов, я даже не успею вам задать. Спасибо вам большое, что пришли и ответили на вот эти самые актуальные вопросы. Дорогие телезрители, программа «Диалог» подходит к концу. Встретимся ровно через неделю в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова